Слово «мингит» — это общее заболевание, и когда говорят, что «мингитом» заболело 15 человек, это не значит, что один над другого заразился или имеет одну и ту же теологию. Потому что «мингит» бывает как вирусный, так и бактериальный, так и туберкулезный, это отдельно вообще в стратике стоит, так и химический, как я сказал, так и даже аллергического плана. То есть, это я бы сказал. А есть такое понятие, как энтеровирус. Вот в настоящий момент он, конечно, является основным возбудителем тех процессов, которые происходят. Но энтеровирус, вот я сейчас вам расскажу, вот такое количество заболело энтеровирусом, да. Оно протекает, например, количество я просто показываю в расстоянии, в основном оно протекает у всех с клиникой энтеровируса. Это может быть тоже различные расстройства, в том числе кишечного тракта, да, даже внивелироваться под ОРВИ в начале, идти и так далее. Другая картина, она более тяжелый, да, протекающий процесс. А вот самая верхушка, это когда энтеровирус выходит на, грубо говоря, на оболочке головного мозга, и должна быть еще определенная, я так понимаю, родосположенная человека, потому что не каждый, кто заразился энтеровирусом, заболеет ненгитом. Проявляется ненгиальное явление. Вот там тоже среди них раскладывается целый процесс, какой он может быть, и по антиологии, и по форме заболевания. Нас интересуют, конечно, тяжелые случаи менгита, когда выходит на это заболевание, надо понимать, что он опасен своими осложнениями, такие как на слух, да, на определенные, в том числе на изменения, в том числе даже памяти и так далее, и так далее. И, конечно, самое неплохое, это летальный исход. Причем есть такие молниеносные, вот мы их видели с вами, некоторые писали, молниеносные формы менгита, когда буквально за сутки процесс протекает, и ничего практически сделать невозможно. Поэтому есть симптомы, о которых мы писали, я их сейчас перечитать не буду, и часто пишем, они везде есть, и в интернете, и в прессе, и врачи говорят об этом, что медлить нельзя при проявлении таких симптомов, нужно незамедлительно обращаться к врачу для оказания помощи. И если я скажу, что при бактериальном менгите мы научились его лечить по этиологии бактерий, все-таки поддается воздействие определенных препаратов, то при вирусном менгите, так как при ковиде, очень это проблематично, но есть поддерживающая терапия, декционная терапия и так далее. По оперативным данным, по состоянию на 26.07 зарегистрировано уже 76 случаев антровирусной инфекции, в том числе у 5 взрослых, 71 у детей, в том числе один случай у ребенка до 1 года, 9 случаев в возрасте от 1 до 2 лет, 17 случаев от 3 до 6, и 36 случаев в возрасте от 7 до 14 лет, и 8 случаев от 15 до 17 лет. То есть мы видим, что 36 случаев преобладает в возрасте от 7 до 14 лет. Активные школьники, которые сейчас на каникулах. Да, которые свободны, на каникулах, в изображении дровирус, один из путей передачи, это бытовой, как называется, контакт на бытовой. То есть рука и пальчик облизатель. Вот и все, к примеру, говорю. На 26.07 диагноз антровирусный менингит у нас установлен у 61 человека, из 76, которые были. Из них детей до 17 лет 56, то есть 56 детей, проще сказать, и у взрослых 5 человек. Пациенты с антровирусным менингитом госпитализируются все в областной инфекционно-клинической больнице. Еще один механизм, который я хотел сказать для населения. Ранее было 7 учреждений, в которые они госпитализировались. 56 разделить на 7, сколько вольт? По 6, по 5 человек. А теперь одна больница в области. И там лишится такое же количество, 56. И это вызывает тоже, в принципе, определенную, вот, как бы, о, вот, 56 человек. 56 человек со всей области. Но подъем есть. Это никто не скрывает. Значит, общий фонд детекционных коек составляет у этой больницы, если надо ее развернуть, у нас всего в Саратовской области 119, в том числе 450 коек там. Но мы приняли решение, что вот такие заболевания, особенно у детей, будут находиться именно в этой больнице. Потому что там есть карьера, там есть база, там есть достаточный потенциал. Представляете, на... Там есть лаборатория. Там есть, да, лаборатория диагностическая. Да. Представляете, на 26,07, в этой больнице, это больница имени Иванова, Николай Романович, кстати, инфекциониста, да, находится на лечении 103 человека. Есть еще симптоматика, она проявляется как менингид, она не подтвержденная, мы ее делаем как неподтвержденная, потому что очень много заболеваний, которые вызывают головные боли, да, понимаете, что были, такие же симптомы, там, и так далее, усталость, утомляемость, сонливость. Ставят менингид под вопрос, а потом ее начинать верифицировать. Мы оценили заболеваемость до 2002 года в Саратовской области, мы оценили заболеваемость за 6 месяцев, оценили заболеваемость, и она не выбивается, пока не выбивается среднем многолетних значений, то есть мы примерно идем в той же парадигме, в которую шли. Ну, июль, да, июль нам дает подъем, достаточно интенсивный подъем, и по предварительной оценке, ну, это предварительная оценка, показатели заболеваемости мы еще оцениваем помесячные, ну, например, берем июль нескольких лет, заболеваемость июля нескольких лет, и будем среднем многолетних сравнивать, да, показатели июльские будут превышены, но поскольку мы его еще не завершили, сложно говорить на какие цифры. Еще скажу, что помимо мер личной профилактики, сейчас вот в соответствии с постановлением усиливаются все меры общесанитарные, я имею в виду для объектов, для тех детских оздоровительных учреждений, вы, наверное, читали, что вот Энгельс уже принял решение закрыть бассейны, в их ситуации, я считаю, и в лагерях их, я считаю, что в их ситуации это абсолютно обоснованное решение, лучше не рисковать, лучше сохранить здоровье детей, кроме того, они приняли решение об усилении всех профилактических мероприятий, но это касается не только территории города Энгельса, это сейчас для всех территорий Саратовской области, где регистрировалась заболеваемость, где не регистрировалась заболеваемость, в условиях общего подъема интровирусной инфекции это абсолютно оправданные меры, поэтому сейчас мы плотно работаем как с АПСИПИТом, с транспортными предприятиями, с торговыми центрами и прочими, тем им будет направлено притесание об усилении профилактических мероприятий, в общем-то, ну, если сказать на понятном нам уже языке, мы будем их переводить на режим дезинфекции, тот, который был в ковидные времена, по вирусному типу и с усилением краткости проводимых эндроприятий. Как бы при том заболевании, при той аппаратической вспышке, которую мы сейчас наблюдаем, особенно в Энгельсе и так далее, есть два очень четких защиты. Первое – это вернуться на уровень эпидемиологического защиты, то есть рвать руки, протирать, не пользоваться одной и той же посудой, не пить из одного и того же стакана, то есть полностью вытираем, средства применяем и так далее, дома убираемся, особенно если рядом кто-то там заболел, где мы были. И второй момент – это избегать водоема. Мы сейчас заметили этот фактор, что очень много людей связывают свое заболевание с пресечением пляж. Здесь я делаю два ног. Пляж – это контакт не только в воде, пляж – это контакт на пляже. Очень близкие обнимаются, там детишки играются, брызгаются между собой водой, смеются, когда там чихают, грубо говоря, вот эта вот передача может осуществляться бытовая, и в воде, действительно, в воде может находиться… Он может выживать в воде до двух недель, но только выживать. Выживать, не распространяться, не двигаться по реке. Вирус – это внутриклеточный паразит. Он может находиться в воде. Развиваться может только в нашем организме. И еще хотела заметить, что вот Олег Фиклайз затронул места купания, что практически у всех заболевших, которые в Энгельсе, которые указали на какое-то место купания преимущественное, что там купались, ну, за исключением, естественно, личных бассейнов такого. А вот все места рекреации мы отобрали воду и интервирусного загрязнения. Это у нас уже, мы, 13 проб, там и Сазанка, и озеро Остаг там звучало, какие-то места купания под мостом новым. Ну, в общем, много их там было. Энгельский пляж, естественно. Мы отобрали там уже 11 проб, они все без интервирусного загрязнения.